вы видите что у меня в руках это трог или цитрон по-русски смотрите какая вот эта идеальная форма и трога принципе практически идеально вот если вы смотрите практически на нем нет никаких точек если вы берете трог и хотите выбрать себе для того чтобы купить что вы смотрите в первую очередь на вот эту вот верхнюю треть так вот просматриваете расстояние вытянутой руки нет ли на ней черных или белых точек посмотрели первую треть хотя бы одна точка если есть то это не кошер не стоит это брать можете присмотреться вот так вот этот трог он был очень хороший просто замечательный но кто-то дотронулся до него ногтем слишком резко и сорвал небольшой кусочек здесь вот можно увидеть и он стал хасер с недостатком поскольку он стал с недостатком то теперь его невозможно брать вся его красота теперь может быть только во второй день использована в первый день его брать для выполнения заповеди нельзя но мы сейчас показываем вам как искать и трог с помощью него потом дальше если вы посмотрели верхнюю треть смотрите дальше нижние две трети и так если здесь будет точка черная если она с обоих сторон так как бы не крутили это одна вторая точка третья как вы не крутите все равно вы на какую-то точку нападать попадаете значит тогда он тоже пасуль даже в первый день не стоит убрать вот здесь вы видите такое бежевое пятнышко от я сейчас его вижу оператор показывает что я сейчас его вижу они вы вот он постарается с вами приблизить бежевое пятнышко от листьев оно кошерно но из-за этого снижается цена на этот и трог на принципе поразительной красоты вот на него смотрю так жалко что его порезали этим ногтем кто-то неумелый а вот здесь вот сверху вы видите это называется питом на вот это вот розочка она наверху вот это специально считается ищет некоторые люди чтобы был вот именно с вот такой вот розочкой от плодоножки который остается когда от цветочка когда вот он трог растет теперь вот это вот место если вырвано то тоже иногда есть сомнения может быть это недостаток в троге поэтому нужно смотреть чтобы вот это вот часть тоже была у и трога поэтому еще раз значит в первой трети полностью после ниже хотя бы одна точка посуль черная но если она коричневая покажите раввину иногда черные точки можно снять берут жвачку продавцы сами не делайте этого продавцы берут жвачку да так аккуратненько и снимают поэтому если вы пойдете покупать нашли красивый трог он вам понравился то тогда точку иногда можно снять вот это вот питом если он упадет и трог будет не кошер поэтому иногда лучше взять без него только видеть что когда она упала нету здесь никакого недостатка обычно это просто заканчивается таким вот кончиком с дырочкой все это до беседа историю давайте расскажем когда рав из бреста был в тридцать девятом году в варшаве началась вторая мировая война и был единственный сет единственный набор четырех видов растений у него и все жители варшавы выстрелись в очередь огромная очередь весь первый день суккот все стояли очередь для того чтобы взять выполнить заповедь четыре вида растений нужно чтобы это было принадлежало каждому человеку поэтому все брали нужно принадлежно в первый день нужно мое чтобы было все брали приобретали поднимали тут же передавали другим тогда близкий рассказал вот тогда мы увидели что такое еврейский народ под бомбежками несмотря на опасность для жизни все выстроились для того чтобы выполнить эту заповедь я желаю вам счастливого праздника не дай бог никому выполнять это под бомбежкой но суккот это праздник радости посмотрите как это рок радует глаз спасибо спасибо всё сейчас напишу